в этом примере мы рассмотрим как создавать формировать и в 1с управление производственным предприятием для украины версия 1.3 планы производства по сменам насколько я вижу очень редко где внедряются на производстве планы производства по сменам но как по моему это очень удобная вещь и если вы хотите внедрить то нужно будет знать некоторые нюансы кроме того я вижу что у многих просто-напросто не получается их формировать формирование плана мы рассмотрим изначально то есть начиная с того что мы определим из каких материалов будет изготавливаться наше готовое изделие создадим карточки полуфабрикатов карточку готового изделия посмотрим какие настройки там нужны в этих карточках чтобы можно было по ним создавать планы производства создадим спецификации тех карты они будут максимально упрощенные чтобы наш пример не затянулся на полдня даме графики рабочих центров в принципе у меня уже созданы рабочие центры графики я просто покажу как их создавать на готовых примерах далее когда вся нормативная информация будет подготовлена то мы сформируем план производства по сменам дай бог он сформируется где увидим задание на производство то есть нет задание на производство это другой документ это будет следующем уроке мы увидим план на смену на производство полуфабрикатов и готового изделия план будет разложен по сменам и мастер-цеха в принципе может увидеть когда ему вплоть до того что когда нужно вот запустить такой-то станок на деталь на таком-то станке когда она выйдет с этого станка когда она попадет на следующий станок и так далее и тому подобное затем в конце смены мастер будет вводить данные о том какие какая продукция изготовлена и по данным плана производства по сменам и по данным отчета производства за смену руководитель предприятия или начальник цеха будет видеть насколько выполняется план насколько все идет по графику это моя импровизированная деталь она называется ящик металлический и вот в памяти нарисовал как смог то есть из металлического листа на гильотинных ножницах вырезается такой вот лист вот он и вот такие вот два листа затем на гибочной машине вот этот вот лист если упас положить профиль то он будет согнут вот такой буквой п затем будут вот сюда приложены по бокам вот эти вот кусочки и приварены таким образом мы получим ящик металлический какие нужно сразу определиться какие нужны материалы металлический лист ну определенной там толщины кто какой ящик хочет делать думаю двух миллиметровый хватит вроде бы из 5 миллиметрового будем делать у нас такой мощный ящик будет смотря с материалами определились затем полуфабрикаты полуфабрикаты у нас будут ящик металлический середина ящик металлический левая половина и правая половина или даже это у нас может быть одна номенклатура так как это одинаковые детали просто мне в спецификации укажем 2 вот затем нам нужны будет рабочие центры рабочие центры представляют собой либо какие-то станки оборудования либо группа людей либо цех то есть все что вы можете определить как такую единицу которая будет загружена одновременно вся для выполнения какой-то операции то есть они в этот момент они это то есть чего состоит этот рабочий центр то есть люди станки и так далее территории не могут выполнять в данный момент другой операции то есть если вот есть в цеху гильотинные ножницы номер один гильотинные ножницы номер два то их нужно указать как отдельные рабочие центры потому что вот пока гильотинные ножницы номер один будет загружены резкой вот это вот кусочка другие кусочки резать параллельно мы уже не можем их нужно резать только из другого листа на другие гильотинных ножниц а потом я еще расскажу наверно в другом все-таки уроки чтобы этот не затягивать что можно еще группы доступности по моему это так называется группы доступности рабочих центров создавать это когда некоторое оборудование или люди полностью взаимозаменяемые то есть они могут делать одну и ту же операцию то есть включая даже то что вот примеру токарь 3 разряда на определенном станке может выполнять эту операцию токарь 2 разряда уже не может выполнять тогда нам две группы нужно создавать это уже в дебри полез в общем есть у нас примеру три станка 16 к 20 в цеху и они могут выполнять одну и ту же операцию примеру вытащить вал поэтому чтобы в технологии не мучаться и не искать какой именно станок вставить станок там номер один номер два или номер три как рабочий центр для выполнения операции мы можем группу доступности и рабочих центров указать в которую входят все три станка и программа будет уже сама распределять загрузку по этим стрекам то есть группа доступности рабочих центров это когда в нее входит несколько рабочих центров которые могут выполнять равносильные по возможностям выполнять одну и ту же операцию и они полностью взаимозаменяем вот вспомнил это слово полностью взаимозаменяем и и тогда мы выбираем только группу доступности рабочих центров а программа сама раскладывает по станкам ну в данном в данном примере я не буду показывать как это делается потому что это очень долго будет я отдельный или потом пример сделали именно по группе доступности на я думаю вы поняли как это работает а когда я буду показывать там в поле выбора будет где мы выбираем рабочий центр в тех карте мы можем и группу доступности рабочих центров выбрать ну то есть вы поймете сразу как это работает итак мы делаем ящик металлическим переходим в 1с сначала нам нужно создать номенклатуру поэтому входим справочники номенклатура номенклатура создаем номенклатуру которая нам нужно я для удобства вот в папке заказы создаю вот эти вот заказы то есть отдельная готовая продукция идет как отдельный заказ и сюда же входят все полуфабрикаты а материалы уже в отдельной папке складываю в это не то добавляем пардон извините добавляем группу и это у нас будет ящик с видом номенклатуры продукция окей вот создалась папка входим в нее и здесь уже создаем номенклатуру начнем начнем с низов создадим сначала середину лист минист ящик металлический вот создали единиц охранения остатков будет у нас штука теперь нужно ввести статью затрат это очень удобная вещь при планировании и при оформлении отчетов производства за смену так как в документы будет сразу подставляться статья затрат вот отсюда поэтому выбираем это прямые производственные затраты материальные полуфабрикаты собственные естественно мы же будем их изготавливать у себя номенклатурная группа затрат также желательно указывает так как затраты обычно учитывается в разрезе номенклатурных групп это у нас будет где-то у меня такая была группа вот я ее нету типовой конфигурации я ее создал отдельно привык уже что на заводах вот так вот готовую продукцию обозначают коротко и понятно налоговый код не будем указывать на закладке дополнительно мы обязательно указываем номенклатурную группу еще раз так как многие документы не хотят просто без нее работать это у нас будет где-то это а почему это это полуфабрикат я так заговорился что сам себя наказал это полуфабрикат это полуфабрикат пф обычно тоже пишут вот вид вот с воспроизводства обязательно указываем производство иначе просто у нас продукция не будет планироваться не будет передаваться в производство и не будет по ней считаться производственные затраты настройка учета обязательно ставим вести оперативный учет остатков незавершенного производства то есть если мы сейчас переместим в производство со склада в цех этот полуфабрикат то программа вот этому флажку сразу покажет в отчетах что эта продукция цеху ну и наоборот из цеха на склад или пример листа продукция будет изготовлена то опять же оперативно нам покажет в план фактном анализе что эта продукция изготовлена поэтому здесь ставим обязательно с ценами пока не будем заморачиваться спецификациям перейдем позже окей нажимаем ok и теперь вот плюсиком добавляем ящик металлический боковина да это у нас тоже штуки так как мы добавили плюсиком то у нас то у нас уже заполненные вот эти вот поля которые мы заполняли вот опять же мимо муки теперь будем создавать готовую продукцию снова нажимаем плюсик ящик металлический так и назовем но это чтобы не будет статья затрат полуфабрикаты кстати я здесь не знаю какую статью затрат ставить когда это готовая продукция мы просто забыл пусть будет полуфабрикаты собственные пока что единственное изменим номенклатурную группу на это производство оставляем сейчас одну секунду пусть 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 будет пока что полуфабрикаты собственные это принципе на планирование не повлияет повлияет на то когда мы захотим статьи затрат смотреть в разрезе то есть затраты в разрезе статей затрат если захотим посмотреть то мы не увидим в таком случае отдельно статью затрат на готовую продукцию все будет полуфабрикатах собственных сидеть включая выпуск вот этого ящика так зачем я все закрыл открываем снова справочники номенклатура номенклатура так на сборка заказы ящик металлический вот у нас создана три полуфабрикат не два полуфабриката и одна готовая продукция что-то я путаюсь уже значит теперь нам нужно создать для каждого полуфабриката и готовой продукции спецификации изготовления и технологические карты открываю снова карточку ящика металлического боковины и перехожу на закладку спецификации если в настройке учета я прошу прощения если в закладке дополнительно в виде производства не стоит производства то закладки спецификации у вас не будет просто здесь мы добавляем спецификации плюсиком до называемые также сама наверно как номенклатура боковина количество в данном случае указывается на какое количество продукции выпускается вот это вот боковина в данном случае на один ящик то есть на какое количество продукции будут идти и вот эти вот затраты которые в табличной части то есть материалы данном случае номер операции мы пока что не указываем так как тех процесса еще нет и добавляем в исходное комплектующие то из чего будет изготавливаться этот ящик боковина ящика номер операции пока что не указываем когда будет подвязана технология здесь при выборе будет перечень номеров операции ведь номенклатуры номенклатура а конкретную номенклатуру мы указываем это лист металлический который уже у нас введен базу данных вот полтора миллиметров и количество нам сразу единичку подставляет метров квадратных а у нас не единичка где-то 05 метров квадратных ладно ставим единичку так как чем-то другое количество не получается поставить а у меня на мук не включен статья затрат статья затрат листа металлического не указано иначе бы она впрыгнула статья затрат это у нас материалы покупные не прямые производственные затраты а материалы собственные не то покупные но их нам не дали заказчики мы сами купили спецификация нет спецификации на него формула не используем отлично утвержден дату утверждения ставим какую-то заднюю чтобы уж точно сработало принципе мы указали спецификации это как чертеже указали материал который пойдет на изготовление этого ящика записываем спецификации и нажимаем ветер внизу тех карта выбрать технологическую карту вот у нас здесь нет никакой технологической карты пока что поэтому мы создаем папку для удобства пишем называем окей заходим в эту папку и здесь уже создаем тех карту называем ее тоже ящик подразделение указываем для такого подразделения данная тех карта предназначена будем ее готовить в цехе номер один состояние утвержден теперь добавляем операции операция у нас будет 1 пол резко даем номер операции номер лучше шагом 5 или 10 делать чтобы при необходимости внутрь можно было без проблем вставлять какую-то промежуточную операцию если мы ее вспомним что мы ее забыли теперь указываем рабочий центр и вот точно говорил группы заменяемости рабочих центров либо рабочие центры выбираем рабочие центры выбираем здесь наш рабочий центр это гильотинные ножницы папки машиностроение гильотинные ножницы выбираем выбираем какая операция будет использоваться вот я тоже обрезка обрезка здесь единица хоть и часы стоят а все равно планируется все в секундах коэффициент ставим единичку что же оно так из операции прям взял этот коэффициент сейчас отредактируем операцию возьмем коэффициент единичка и в технологической карте перри выберем операцию эту коэффициент единичка время выполнения в секундах давайте возьмем час какой там час это быстро все происходит но мы возьмем час сейчас это вроде и вот так вот 3600 секунд и сколько операций делается за это время одно следующие операции нужно обязательно указывать если они есть если вы не указываете следующей операции то считается что все операции выполняется параллельно если операции выполняются последовательно то нужно указывать следующую операцию которая выполняется за этой операцией если указать несколько операций примеру 0 0 10 0 15 0 20 будет считаться что эти все три операции выполнены будут выполняться параллельно если они выполняются последовательно то указываем по одной операции следующий дата утверждения мы тоже ставим какую-то раннюю дату все проводим эту технологическую карту возвращаемся в спецификации стоп и выбирание это же окно выбора у нас было открыто дату установки этой техкарты тоже какую-то раннюю выбираем вот у нас в поле техкарта появился ящик металлический боковина и какое количество листа нужно было теперь если мы создаем эту спецификацию с учетом того что мы будем планировать производство по сменам мы обязательно указываем номер операции на которые расходуется вот этот вот материал когда он перестает его количество существовать как самостоятельный материал и начиная существовать как часть готовой продукции ящика металлического у нас это все происходит на единственные наши номер 5 операции и опять же таки если мы по сменам хотим планировать производство то обязательно указываем в шапке вот этот вот номер операции на этом номере операции у нас будет появляться вот это вот продукция обычно это последняя операция в техпроцессе ну может быть и нет некоторых случаях я такие случаи что-то не припомню а это когда перемещение почему-то вносят в техпроцесс 1 3 перемещения немножко по-другому задается об этом тоже позже поговорим время на перемещение между рабочими центрами цеха мы указываем номер операции на которой появляется вот этот вот ящик металлический боковина вот все что нам нужно сохраняем окей то есть работы видите не так то и мало даже вот для такого простого примера когда из двух из трех вернее полуфабриката у нас сваривается ящик теперь берем середину тоже переходим на спецификации добавляем плюсиком спецификации называем его и и и также как номенклатуру и добавляем пока что только материал я не так я помню название вот мы вводим просто первая буква названия и если подобных названий немного то 1с предлагает выбрать из списка прямо здесь этот материал а если он один дом как видите у нас прыгнул сразу то есть названием лист металлический настолько одна номенклатура количество здесь будет один и пять даже метра квадрата вид воспроизводство производства конечно ли а в прошлой спецификации мы не указали правило с производства но покажем объект не записан записываем и возвращаемся к этапу выбрать технологическую карту вообще все рекомендуют сначала создавать тех карты но мне как-то это не очень удобно мне проще нажать вот эту вот ссылку и отсюда создать наименование берем тоже что у нас уже скопировано подразделение цех номер один хотя гильотина и ножницы у нас стоит в цехе металлоконструкции будет повод показать как создавать графики на рабочие центры сделаем какие-то небольшие гильотины и ножницы и в цехе номер один ну вот купили недавно был уж на утвержден когда а вот когда теперь заполняем наш маршрут номер операции номер пять указываем саму операцию то есть рабочий центр рабочий центр тоже гильотина и ножницы давайте такие изменим на цех металлоконструкции потому что если я сейчас начну показывать как делать делаем дилетинные ножницы и график работы то мы отвлечемся от того как делать тех процессов опираем операцию гибко какая гибкая это обрезка указываем время выполнения предположим тоже час количество 1 операции следующая операция у нас в данном случае будет не следующие операции ну давайте их создадим сначала то у нас такой удобный список выбора получается мы его не можем даже использовать создать именно десятую операцию рабочий центр это у нас будет гибочная машина и и и и операция гибко здесь два часа поставим количество одна операция так как это последняя операция 10 эту следующую операцию мы не ставим а вот в пятой операции не должны поставить десятую операцию как следующую иначе система будет думать что эти обе операции делаются одновременно и параллельно так все нажимаем ok и выбираем эту технологию дата утверждения первое число теперь есть металлический указываем 5 операции что она поглощается у нас на на 5 операции номер операции на котором появляется у нас ящик металлический середина это после гибки окей за пизо 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 войне вот на середину сделали техпроцесс теперь я хочу зайти еще где эти техпроцесс у нас сидят на это справочники справочники про управление производства нет планирование при читирование нет и держи предприятия номенклатура технологические парты производства в пункте номенклатура ящик металлический я просто что я хочу проверить что вид воспроизводства я правильно поставил так боковина это спецификации ставится вид воспроизводства производства иначе разворачиваться разузловываться вернее так по фабрикат при планировании не будет если мы не укажем вид производства воспроизводства производства теперь осталось сделать спецификацию этих карту на ящик металлический gt 5 переходим на спецификации жмем плюсик наименование копируем вот из наименования продукции добавляем добавляем первая номенклатура это а мы можем вот так вот чтобы не искать ящик боковина две штучки нужно две штучки и воспроизводства отлично операции пока что не ставим здесь ящик середина одна штука производства отлично переходим к выбору технологической карты добавляем технологическую карту наименование оставляем тоже подразделение на этот раз это будет цех номер один состояние утвержден дата утверждения начала месяца добавляем операции которые будем выполнять для рабочего центра то есть здесь только сварка будет потому что наш пример уже затянулся сварочный аппарат операция сварочная следующий операцию не указываем данная операция на 05 может быть еще покраску добавим если она есть конечно участок покраски один цеха номер один тогда и операция должна быть уже покраска книжки а что пусть будет покраска тележки нормой часы одинаковая сварочную мы берем 1000 секунд покраска 500 секунд тогда следующую операцию здесь ставим пятую все операция десятая и выбираем данную технологию все есть в мастер процессе тогда мы можем установить уже как на какой операции возникает продукция и на какой операции потребляется полуфабрикат окей что мы сейчас делали мы разузловали с помощью спецификации этих карт изготовления нашей продукции далее рассмотрим еще справочники перед тем как формировать план рассмотрим справочники которые мы не рассмотрели но они обязательно должны быть заполнены без которых наш план не сформируется для этого должны быть заполнены справочники предприятия графики работы во первых вот основной пятидневка производственный свободный если мы откроем форму справочника видите вот здесь указанные восьмерочками это пятидневка односменная работа восьмерочками указаны тип не в которые люди работают цеха работают вернее не цеха а конкретные вот и а нет здесь все это просто график это мой можно его привязать к любому цеху к любому рабочему центру к любому человеку это делается потом в данном случае мы просто выбираем вот график такой основной пятидневка тип графика пятидневка далее когда мы его откроем мы можем выбрать год на который этот график рассчитан вот здесь вот и нажать запомнить график у нас заполнится такой вот график его можно корректировать вручную например если у нас я у нас 8 марта пум 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 8 марта будет не рабочий день то есть мы здесь можем 0 поставить а 7 марта у нас будет 7 часовый ну вот так вот все корректируется а заполнение просто по кнопке происходит все удобно вот заполнили теперь мы должны открыть справочники рабочие центры вот здесь мы указываем наши рабочие центры о которых мы вначале говорили вот этого все вручную указал давайте создадим вот делительные ножницы примеру для цеха номер один так как у нас цехи номер один носа он режется то есть боковина а в цехе металлоконструкции середина я же так и не исправил спецификации боковины что это на цех металлоконструкции и спецификация вернее тех картам поэтому мы сейчас просто скопируем плюсиком и перри выберем другой цех цех номер один все но теперь же мы приходим к тому что у нас нету графика работы и для тем их нужны с эти номер один поэтому я не знаю как еще туда заходить нам нужно найти вот такой регистр сведений заходим через операции регистр сведений и пишем графики рабочих центров рабочих центров находим такой пункт и открываем его видите у нас вот есть гильотинные ножницы основной 5 дневками если мы откроем эти гильотинные ножницы мы видим что это гильотинные ножницы цеха металлоконструкции а гильотинных ножниц цеха номер один нету поэтому плюсиком добавляем снова период нас устраивает вот с этого периода вступает силу вот это вот на график работы рабочего центра и и просто перевыбираем гильотинные ножницы цеха металлоконструкции на гильотинные ножницы цеха номер один давайте заодно переименуем чтобы мы не путались гильотинные ножницы цех 1 то есть цехи металлоконструкции понятно что они не всегда есть в любом цехе металлоконструкции цехе номер один будем знать теперь что есть и паре выбираем вот теперь вот в таком случае вот если мы не проведем всех этих операций то есть не создадим график график создается один на всех не создадим рабочий центр отдельный и не создадим график работы рабочих центров свитя здесь мы подвязали вот этот вот рабочий центр что мы создали плюс его цех который его здесь есть к и вот этому графику работы этот рабочий центр теперь гильотинные ножницы цех номер один работает под этому графику и при планировании когда вот эти гильотинные ножницы программа будет загружать она будет исходить из графика работы то есть на двадцатое число на не загрузит смены и она не загрузит 8 часов работы 7 марта например вот это быстро таратуре но я думаю что понятно теперь еще вернемся к технологическим картам вот что я еще не сказал здесь видите есть флажок перенос перенос переносить операцию когда это используется если этот флажок стоит и операция имела такую длительность что не закончилась до конца смены то программа будет при формировании плана производства на смену будет переносить до дел доработку этого этой операции на следующую смену если флажок не стоит то операция будет вся переноситься на следующую смену то есть скажем так если доварить сегодня не успеваем то сегодня не будем и начинать а если флажок стоит то сегодня начнем об следующую смену давай ну вот так вот сейчас у нас флажки нигде не стоят вот теперь у нас вся информация есть чтобы перейти к планированию по смену заходим в документы давайте сначала сначала создадим заказ на производство а потом по нему создадим план заказ на производство от открыли нажимаем плюсик и планируем запуск исполнения а давайте исполни запуск запланируем на 30 исполнение исполнения запланируем на второе августа запуск на завтра то у нас как бы не завтра это суббота на 30 число на 30 числом дополнительно исполнитель ответственные наполнить в общем не пользуемся продукции услуги мы хотим выпустить ящик гп в количестве одна штучка подразделение цех номер один все это все что нужно добавить материалы мы не идем так как план производства за смену сам формирует потребность материалов производства нажмем провести я вернусь к тех карте меня дерзают смутные смутные сомнения что в боковине я все-таки указал гильотинные ножницы а в цехе номер один кто его здесь вот указан у нас менее а что а вот эти вот гильотинные ножницы которые мы создали с вами окей и перепроверю серединку этот цех металлоконструкции здесь правильную гильотинные ножницы возвращаемся возвращаемся к заказу заказу и на его основании создаем заказ на производство вот запомнить по заказу почему заказ на производство мы не заказ на производство создаем мы создаем план производства там чуть-чуть не так мы создаем план производства заходим документы управления производством план производства по смену создаем новый план производства и вот на закладке производства по заказам заказ у нас есть это самый распространенный вариант мы выбираем заказ на производство не выбираем наш сегодняшний заказ дата запуска 30 даты копируется оттуда из заказа производства но мы можем здесь откорректировать вариант распределения выбираем точно к сроку это самый такой оптимальный вид загрузки оборудования вот если равномерно то выпуск всего полуфабриката распределяется равномерно по сроку если точно к сроку то сдвигается к больше к концу срока то есть планирование идет задом наперед сначала планируется вот сборка там выпуск готовой продукции потом считается ее время отступается назад планируется выпуск полуфабрикатов опять отступается назад время планируется выпуск полуфабрикатов для этих полуфабрикатов и так далее пока не дойдем до последних фабрикатов а вот как можно быстрее это наоборот все сдвигается к начальному сроку при сначала планируется самые последние полу фабрикаты то есть которая в самом низу нашего дерева потом теплоу фабрикаты которые из них изготавливаются потом те которые из них а потом в самом конце готовая продукция то есть как можно быстрее это даже планируется раньше чем дата выпуска то есть нашем случае будет планироваться начиная с того что мы готовы продукцию должны выпустить вот в эту дату все полуфабрикаты пусть двигаться от нее точно к сроку что нам еще нужно указать больше ничего не нужно указать мы еще на закладке дополнительно можем указать начальную границу перепланирования то есть это та граница раньше которой выпуск продукции не начинается чтобы здесь мы запланировали что дата запуска 30 а здесь мы можем указать что 30 мы не будем делать начнем 31 зачем это нужно и я вообще не понимаю момент определения запасов да пусть будет 27 число я вообще тоже не совсем понял значение вот этого поля я его всегда указываю но по моему при детальном планировании занятости рабочих центров вообще найти запасы никто не смотрит и все равно планируется даже то что есть на складе уже потом когда мастером заполняется отчет производства за смену я так понял просто со склада списывается тот материал который там есть ну как то так вот может это и не доработка может это не совсем удобно ну что есть то есть вот когда мы заполнили эти параметры которые нужно нажимаем выполнить планирование если я ничего не накурал лесу то у нас все запланируется а у нас ничего не запланировалось это понятно почему потому что в заказе то спецификацию нужно указать это хитрый меня уже указал пока запись включил здесь не было указано спецификация плюс еще у меня такое смутное сомнение что я не указал где-то количество потому что спешил здесь указано зайдем технологические карты 1 1 1 1 1 1 зайдем спецификации 5 5 21 все есть еще раз выполнить планирование помпом помпом занято с рабочих центров две позиции участок покраски и сварочный аппарат постоянного тока то есть дальше у нас не развернулась опять ищем почему в общем как говорится на ошибках учатся нужно указывать указывается обязательно спецификацию хотя в документации везде написано что если спецификация не указана то указывается основная спецификация тем не менее у нас вот есть привязка спецификации тех картам есть основные спецификации в номенклатуре тем не менее тем не менее вот само собой без указания спецификации ничего никуда не переходит хотя я сейчас проверю она не установлена основной такой пункт установить установить основной спецификации на дату тоже берем начало месяца также поступаем со всеми спецификациями то есть можно указывать спецификации в спецификациях а можно устанавливать их основными и тогда они будут по умолчанию использоваться если не указывать их вот теперь уже для верности такие уберем спецификации так как мы установили спецификации по умолчанию и попробуем перепланировать наш план вот выполнить планирование отсортируем по дате и по времени и так что нам показывают что 2 на 8 4 35 мы должны на гильотинных ножницах отрезать металлический лист для изготовления по спецификации и ящик металлический середина затем мы всем 35 это она займет час тем 5 35 7 35 мы режем ящик металлический боковина почему два часа потому что наверно же две боковины ряда к листу и 2 штуки затем на гибочной машине днем ящик металлический середина для изготовления ящика металлического середина затем на сварочном аппарате видите показывает рабочие центры и цеха сварочном аппарате варим 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 и на пол краски на участке покраски красе и на выходе получаем вот что вот видите так как у нас середину ящиком металлического нужно сначала обрезать а потом погнуть и потом только получим ящик только на операции гибко вас показывает какая номенклатура выходит она операции резко не показывает потому что номенклатура еще не готова так же само когда мы готовы продукцию механосборки собираем то вот когда мы варим его начали не готова наша должна пройти покраску потребности производством может нам показывает что для специфика для вот такой вот конечной продукции на вот таком вот рабочном центре на вот такой вот заказ мы должны изготовить ящик металлический боковина две штуки ну и так далее а вот лист металлический видите количество извне показывает это говорит о том что он у нас покупной у нас был куплен вот 205 для боковины это один квадратный метр и полтора квадратных метра как мы и задумали для середины него две боковины одну середину изготовить нужно дальше покажу один отчет отчеты производства план фактный анализ планирования производства здесь мы указываем перед за который мы планы анализируем и нажимаем сформировать и вот нам показывает что ящик металлический боковина должен 2 числа быть изготовлен ящик середина вот цехе металлоконструйте она даже вот подвязку рабочих центров к цехам учитывает у нас на гильотинах ножницах вот этот боковина режется две штучки в цехе номер один а вот здесь вот гильотины и ножницы другие где мы режем середину там должен быть вырезан кусок нужный и ящик металлический гп также все это делается 2 числа видите как я и объяснял что когда точно к сроку мы указываем здесь вот и наш план вот наш план вот точно к сроку когда указываем то у нас все сдвигается вправо то есть на последнее число программа увидела что мы успеваем все сделать и вот так вот нам запланировала все и мы видим что не бельмеса еще не выполнена по этому поводу выполнение фиксирует мастер цеха ну или другое лицо там уж как на предприятии договоритесь документом отчет производства за смену отчет производства за смену данный документ мы уже в следующем уроке рассмотрим я только сейчас укажу потом повторю что отчет производства за смену указывает на факты выполнения каких-то определенных заказов изготовления полуфабрикатов и так далее он уменьшает количество материалов и полуфабрикатов на складе или в цехе и увеличивает их на складе или цехе куда мы выпускаем эту продукцию вот это фактический работа с фактическим количеством вниз фактическим производством план это планирование на самом деле фактический учет производства можно вести вообще без планирования планирования можно вести без фактического учета на производство мало того есть еще задание на производство. Такой документ, мы его тоже рассмотрим. Если мы пользуемся заданием на производство, то план производства за смену носит рекомендательный характер, а в задании мы можем убирать какие-то количества, которые есть на складе или добавлять произвольное количество, которое не входит в план. То есть все эти системы планирования производства, задания на производство и фактический учет производства, они логически взаимосвязаны но могут существовать вообще отдельно друг от друга и мы можем какую-то из них вообще не использовать по желанию или использовать но тогда и план фактный анализ нам будет показывать только то что мы используем количество в плане либо количество в задании либо количество сколько мы сделаем вот поэтому здесь и три коммунки потому что это все независимо и носит чисто информативный характер для руководства предприятия чтобы видеть реальное состояние производства чем и хорош чем их хорошо планирование производства по сменам что она позволяет оперативно видеть состояние производства состояние дел цехах и на рабочих центрах почему его не используют потому что я думаю в нем просто нужно разобраться когда вы разберетесь просто другого не захочется еще такой вид планирования увеличивает размер базы данных сильнее то есть нужен более сильный сервер может быть поэтому в следующих занятиях мы разберем как использовать задание на производство и как использовать фактический учет производства и таким образом завершим наш цикл планирования потом еще поговорим о такой интересном вещи как затраты такая объемная и хитро заплетенная тема другое слово